Памятные даты 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 она не будет будущим, потому что будущее уже не станет прошлым. Так вот, на уровне микрочастит это не работает. Так называемый парадокс Пуанкаре, который, кстати, доказал наш русский математик Перельман. Свидетельство, которое мы читали. Представляете, вот этот самый Пуанкаре сказал, что да, вообще существует такое течение времени. Второй закон термодинамики, вспоминайте физику сразу, нарастание энтропии. То есть, что это такое? Проще говоря, нарастание хаоса. Все в этом мире, если нет дополнительного поступления энергии, разрушается. Например, дом покрасили один раз, и если это не обновлять, то краска облупится. И дом разрушится. По научному это называется... Второй закон термодинамики, нарастание энтропии. Так вот, Пуанкаре вывел такую гипотезу, которую доказал Перельман. Оказывается, на уровне микрочастиц возврат к начальному состоянию вполне возможно. То есть, из настоящей можно вернуться в прошлое. Микрочастиц это сделать можно, но одна. Если их две, а не в совокупности, этого не происходит. Еще раз подумайте, еще раз мы объясним эту ситуацию. На уровне одной микрочастицы ее состояние может вернуться к исходному положению. То, что было, скажем, там, 10 лет назад. Но если две микрочастицы поместить в одно и то же пространство, они вдвоем туда не вернутся. Вы знаете, это прям идет напрямую с духовным миром. Можно ли нам коллективно войти в Царство Небесное? И коллективно покаяться. Или это дело каждого, личное? Вернуться в состояние до греха падения. Да? Представляете, как интересно. В физике практически берется тот же самый закон, что мы видим с вами на уровне духовного мира. Вообще потрясающе. Когда вот мы это услышали, думаем, Господи, ты даже вот через естественные науки показываешь свою благость и показываешь свою мудрость. Ну так, мы немножко зашли, так сказать, в философию. Давайте прочитаем, что пишет о времени Экклесиаст. Третья глава книги Экклесиаста. С первого стиха. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время воровать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Вот интересно, начинается с рождения и смерти, противопоставления, окончается любовь, ненависть, война, мир. И между этими понятиями практически вся наша жизнь. Вот посмотрите. Все составляющие нашей жизни все практически в этих нескольких стихах. И все идет в таком противопоставлении. Вот интересно, что имеет здесь в виду экклесиаст? Время – это тиканье часов? Как вы думаете? Нет. Кайрос, события. То есть какие-то определенные события в жизни людей, да? И, понимаете, вот с одной стороны, конечно, время – понятие субъективное. Но с другой стороны. Вот, скажем, если мальчику, которому 10 лет, говорят, у тебя вся жизнь впереди. Ему действительно с позиции 10-летнего ребенка кажется, что, ну... О, 70 лет – это когда еще будет? А спросите его 70-летнего дедушку. Что он скажет? Как это? 70 лет долго он жил? Или 70 лет пролетели? Или, например, человек сидит в электричке, 10 минут стоит этот электропоезд на станции, а он опаздывает на работу? Тянется. Тянется. И это время тянется. Конечно. И он видит в окошко, там бежит человек, который опаздывает на эту электричку, она вот-вот должна отойти. И вот эти 10 минут стоянки... Для этого бегущего человека? Как они выглядят? Летят. Понимаете, то есть время действительно настолько субъективно, что вот это вот время Хронос действительно, оно, вот если мы внимательно вот так глубоко подумаем, его существует даже в нашем с вами мире. Тут один сплошной Кайрос. Одно сплошное видение нашего времени вот именно с позиции небесного. И, понимаете, как важно, чтобы мы это вот как бы для себя оценили. Интересно, здесь с самого начала Экклесиаз говорит о том, что все это под небом происходит. Сразу обращает... Вот этот Хронос. Да, вот этот Хронос, он идет под время, потому что нам на небесах ведь не будет Хроноса. Там нету тиканья часов, там вечность. Вечность сейчас сколько будет? С точки зрения вечности? А вечность и год. Вечность. А вечности тысячи лет. Вечность. А вечности миллион лет сколько будет? Всегда. И вечности секунда. В принципе, в отношении вечности... И не важно, сколько мы прибавляем к вечности, все равно это будет вечность. Конечно. И вот что интересно, он пишет это все под небом. И смотрите, как он заканчивает. Время любить и время ненавидеть. Такие два крайних проявления отношений людей. И тут же приводит время война и время мир. Любовь приводит к миру, а ненависть приводит к войне. Почему именно вот так закончил Экклесиаз вот это перечисление событий в жизни людей? Вот такими крайними проявлениями. Именно война и мир, любовь и ненависть. Как вы думаете? Ну, это, наверное, одно из важных. Как бы... Последнее время. Уже тогда было последнее время, да? Ну, это как? В смысле, то, что происходит, наверное, как в конце, да, вот, как мы сказали, не знаю, может, просто как... Это что-то такое самое главное, наверное. Я думаю, это описывает Экклесиаз два события, те, которые могут изменять Хронос. События, которые могут изменить Хронос. То есть повернуть Хронос в сторону... В сторону Кайроса. Возможно, Кайроса. Туда или туда. Да. Еще кто-нибудь как... Есть варианты? Что-то, что-то... Вообще-то, интересно, да? Почему именно вот такие вот крайние проявления берет Экклесиаз и на этом останавливает? Все. Вот они, любовь приводит к миру, война к ненависти. Все. На кольце он этим уравнивается. Как? А что значит уравнивается? Выбор. Да, и по-моему, и то, и то, и пар, где-то не было. Наконец-то. Так, интересно. А там есть слово под солнцем? Начинается все. Первый стих. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Под небом, не солнце, а небом. То, что это тоже. Да. А вообще, вот когда мы думали, вот я рассуждал, мне показалось это так. Ну, тоже, я не говорю, что это истинно в последней инстанции, потому что все варианты принимаются. Но вот я просто свое мнение скажу. Мне показалось, что эти два слова, любовь и ненависть, определяют вообще жизнь человека. Как он будет жить? Ну, вот правильно сказал Андрей, там. Куда он повернет? В какую сторону? В сторону любви или в сторону ненависти? Как он будет жить в мире со всеми или в войне со всеми? Но опять, если мысль с категорией под небом, все уравнено, все суета. И то, и то все равно конец один у всех. То есть в хроносе все одно. Вот с позиции кареса, да, это уже идет вектор направленности нашей жизни. Сидит, нам об этом нужно подумать, и нам нужно понимать, что в это время... На что мы тратим это время на земле? И вот смотрите, мы же на свое время растрачиваем. Вот почему 70-летние люди, как правило, говорят, жизнь пролетела. Кратко. Очень редко можно действительно услышать людей, которые сказали, я устала здесь жить, я хочу Господу. Я слышала, но очень редко я слышу, когда люди так говорят. Как правило, говорят, вот, как будто жизни не было, вот, как будто, понимаете? То есть вот эти вот вещи, как бы, сожаление идет, что вот жизнь раз, и вот фукнулась куда-то. А еще такие слышали выражение, а не успела. И не успела. И не успела, да. А почему мы не успеваем что-то сделать в своей жизни? Я думаю, потому что в тот, в определенный момент эта мысль, как бы, эта задача не стояла перед человеком. То есть не вовремя еще? Не вовремя, совершенно верно. Так, еще. То есть некое промедление есть в нашей... Вот знаете, промедление везде наблюдается. Даже вот такое вот явление, как гражданский брак. Что это такое? Ну, люди медлят с тем, чтобы взять на себя ответственность. Ну, еще не время пока. Да? Мы еще подождем. И в результате, ну, вроде бы как. А оно имеет вот именно отношение ко всем вот этим вот. Любовь, ненависть, раздирать, собирать. Что? Вот все. Вот казалось бы, один штрих в твоей жизни, а ты раз и сделал вектор направленности совершенно в противоположную сторону от направлений в вечности. Промедливаем. Потом еще приоритеты неправильно ставим. Так. То есть тратим свое время не на то. По-напрасному. Это тоже промедление некое идет, да? Вот, а неорганизованность можно назвать здесь? Можно. Небожья воля можно назвать? Небожья воля. То есть делаем не то, что надо бы делать. Да. Ну, можно же делать, а что не получается. Но, как Господь сказал, мои мысли не ваши мысли. То есть берем на себя все обязательства, которые, как бы, ну... Ну, да, хватит. Как бы, это наша личная амбиция. Ну, как бы, я уже говорю, как бы, не успел, это уже оправдание для человека. Да. Это не Божья воля. Да? Дисциплина, тут все в сторону. Человек, как бы, не старался, не успел по-толичь, по-толичь, чтобы Богом это не было подназначено. И, значит, смотрите, промедление, не те приоритеты, неорганизованность, слишком большие ожидания моей собственной амбиции. Неумение сказать нет, например, да? Нас о чем-то просят, ну... Мы же хотим быть хорошим для всех, да? Мы же должны быть хорошим, чтобы на нас хорошо думали. Все. А это, в общем-то, будем так говорить, не всегда хорошо, мягко говоря. Ну, и какие последствия того, что мы вот это все в своей жизни имеем? Промедление, не те приоритеты. К чему мы приходим? К сожалению. Разочарованный. Время ненависти. Как больно за бесцельную прожитие. Да. Вот если вот будем читать сейчас все вот эти противопоставления под знаком минус. Плакать, смеяться, сетовать, плясать. То есть сетовать, плакать, разочаровываться, идет внутренняя война, огорчение. То есть практически мы приходим вот ко всем вот этим вот категориям. То есть если время дано, ну ты время свое направляй на нужном направлении, да, получается у нас с вами. Ну и тогда возникает вопрос, а что же тогда нам делать? Вот вообще какие практические шаги предпринимать? Вот давайте, исходя из того, что мы сказали. Первое. Первое. Пересмотреть свою жизнь. То есть приоритеты. Приоритеты, да. Так, еще. Второе. Не ставить себе завышенные как бы... Цели. Цели, да. Планку. Планку завышенную. И заниженные в том числе. И заниженные в том числе. Это уже, наверное, к Лене близко. Здраво взглянуть. Здраво взглянуть, да. Следующее. Организованность как-то, ну вот, придать себе... То есть может быть даже... Спланировать правильно, да? Экономить, может быть, даже. Вести распорядок дня. Распорядок дня, режим себе, допустим, вести. Определенную норму, график какой-то составить. То есть вот эти вот приоритеты, опять же, расставить. Что важнее, и что первоочередное делать. Вот, кстати, интересно про вот эти два слова. Приоритеты и планирование вот этих распорядок дня. Вы знаете, существует закон, так называемый закон Паретти. Кстати, закон преподает во всех бизнес, семинарах, бизнес-курсах. Там есть целые курсы на это набрать. Это потрясающий закон. Математически он выглядит 80 на 20. Может быть, написать как-то на доске что-нибудь? Ну. Вот это закон Паретти. Закон Паретти. То есть 80% времени мы тратим на 20% дел в нашу каждый день. 20% спонсоров приносят нам 80% денег. 20% людей на предприятии делают 80% всей работы. Объема работы. Объема работы. Ну и так далее. То есть вот это соотношение 80-20. И оно причем наблюдается везде. Запомните это. Вот он, закон Паретти. И отсюда можно сделать такой вывод. Существует вообще в жизни так называемых 4 уровня градации важности дел, приоритетов. Есть важное, срочное, которое нужно сделать. Есть важное, несрочное. Есть неважное, срочное. И есть неважное, несрочное. Ну и когда вы утром собираетесь планировать, помните, что 80% времени вы тратите только на 20% дел. В то же время как 20% времени на остальные 80%. То есть с утра до обеда 20% своего рабочего времени вы тратите на основную массу дел. Поэтому важное, срочное. Вы делаете? Это те дела, которые кроме вас никто сделать не может. Если вы их не сделаете, все. Их не сделает никто. Это делаете вы. Важное, несрочное. Ну здесь нужно посмотреть. Планируем время? Обязательно нужно спланировать время, например, после обеда или час. Один час я посвящаю, например, документы оформлять. Там все записано. Нужно бумажную работу вести? Надо. Вот, значит, это планирование времени. Для этого. То есть уделите этому время каждый день. Но не нужно 80% этому времени уделять. Хватит и 20%. Теперь неважное, срочное. Поручите это кому-нибудь другому. Найдите человека, который это сделает. Сюда вообще не лезете. Это может сделать и другой. Ну и неважное, и несрочное. Подумайте, а может это вообще делать не надо? А перенесите это на завтра. А вообще задумайтесь. Может быть и вообще его делать не надо? Зачем? Наверное, неважное, и несрочное. К ним относятся те дела, которые решаются сами собой просто. Ну это уже, да. Каждый сам решает. Или отпадает она вообще. Да, да. Как консультанты, вы, наверное, знаете это, да? Что не всегда срочные дела являются важными. Это тоже вот в этом очень важно. Да, вот поэтому они не важны. Они важны, но они не срочны. Поэтому мы все время говорим. Учитесь взвешивать просьбы. Никогда не отвечаете сразу «да» и никогда не говорите сразу «нет». Если вас о чем-то просят, просите 3 минуты. Скажите, знаете, сейчас я посмотрю свое расписание и я тебе перезвоню. И вот по этой градации посмотрите. Потому что сначала вы скажете «нет», потом вам будет стыдно. Вы, там, не знаю, человек был ошиблся, это было важно и срочно. Или вы сказали «да», и вы поняли, что вам приходится свое важно срочное откладывать из-за этого. У вас идет крахом важные дела. А там, оказывается, в принципе, можно было вообще не ехать никуда. То есть вот эти вещи прямо все время просите себе тайм-аут. Посмотреть свое расписание, подумать. Знаете, просто мы это научились делать. Это сложно. Честно вам скажем, сложно. Но если вы этого не будете делать, можно просто утонуть. Вот в неважном и несрочном. И в результате все важное и срочное уйдет из жизни. Итак, вот оно время. И нам уже нужно понимать, к чему мы идем вообще. К чему мы идем. Видите, конец. Либо мир, либо война. К сожалению, мы часто называем любовью то, что любовью вообще даже близко не подходишь к этому понятию. Ну вот, например, мать любит своего сына. Ну, казалось бы, любовь это? Любовь. Но если она любит своего сына и ради своего дитятки она готова оскорбить, там, я не знаю, может быть, даже побить, унизить другого ребенка. Который обижает его ребенка. Ее сына. Кисочница, да. Понимаете? То любовь ли это? Что это? Это, наверное, собственность. Такое собственническое отношение к данному человечку. Как бы на моей вещи не поставили царапинку, да, не нанесли вред товарному виду, ну и так далее. Это агрессия, скорее всего. Да, если отец может заколотить своего ребенка, если он, например, не выучил там уроки, он медалит. С одной стороны, говорит, я его люблю, поэтому я знаю, что без жесткой руки он медаль не получит. Вот так он любит ее от своего ребенка. Но любовь ли это? Хотя, казалось бы, в общем-то, может быть и есть. Наверное, скорее это ненависть. Зебра порой помогает. Да. Поэтому вот существует такая разница, и очень большая, которую говорит экклесиаз в жизни между любовью, которая, в принципе, светит, несмотря на то, какой это человек, что с ним происходит. И мать в песочнице любит всех детей, которые там находятся. Ее собственный сын, он идет вместе со всеми остальными детьми. Если она действительно любит как мать, она не может любить вот этого мальчика только лишь потому, что он ее кровинушка. Понимаете? Если у нее это есть, только этот ребенок, и он, и только мой. Понимаете? Вот может быть это звучит несколько странно, да? Но это действительно так. Это уже идет отношение собственности к данному ребенку. Вот так оно и есть. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Есть такой психолог, психиатр, врач Мерлин Мюррей. Христианка. В ее жизни произошла трагедия, когда ей было 8 лет, ее изнасиловали солдаты. Ну там возвращались толпа солдат с увольнения, подвыпившие. Подвыпившие и ее 8-летнюю девочку заточили на стройку и все по очереди изнасиловали. Конечно, это была очень болезненная травма. Эта травма трагически сказалась на всей ее жизни. Причем она эту травму загнала настолько внутрь себя, что... Даже себе не разрешала ее вспоминать. Она не рассказала ни матери, никому, никогда. И потом, когда она же стала заниматься конкретно вот этой профессией, она поняла, что вот почему в ее жизни рушатся многие вещи, это вот из-за того, что она ту травму не вылечила и не позволяла никому к ней прикоснуться, ни Богу, ни даже Богу. Она была верующая, выросла в верующей семье, и она не позволяла никому, ей было больно открывать ее. Но она сделала для тебя такой шаг и начала служить людям, которых посадили за изнасилование малолетних. То есть после того, как Бог... Она пошла в тюрьму и стала служить им. Именно насильникам малолетних, представляете? Она поняла, что боль причиняет только больное сердце. Что эти люди больны. Им нужно прикоснуться любовью. И она пошла к ним в тюрьму. Для меня это было очень сложно сначала понимать, как это так. Эти люди вообще не достойны нашего внимания, нашего уважения. Но вот она оказалась где-то в чем-то выше меня. Когда читаешь историю вот таких христиан, понимаешь, что нам всегда есть чему друг у друга учиться. Вы понимаете? И давайте подумаем, какие вообще она чувства может испытывать к этим людям. Но тем не менее, несмотря на это чувство... Она им несет Евангелие. И она их любит, вы понимаете? То есть вот эта вот забота, вот эти действия к этим людям, к насилию, она буквально вытягивает их из этого состояния зла и болезненности сердца, в котором люди оказались. Это, конечно, сильно. И давайте сейчас мы такие вопросы для, опять, личного размышления вам предложим. Нам дано здесь время на Земле, определенный такой промежуток времени, в котором мы можем существовать или живем, такой хронос, в котором мы идем по жизни. Чем мы живем? Любовью или ненавистью? Причем, посмотрите, в скобочках мы так больше детализировали этот вопрос. То есть, рассмотрите, вот в отношении с супругом. Я созидаю мир или я созидаю войну? И живу любовью или ненавистью? А в отношении с детьми у нас как? Мир по большей части или война и ненависть? А с коллегами по работе я живу любовью, ненавистью созидается мир или война? А в церкви? А с друзьями? Подумайте об этом. Буквально две минуты и пойдем дальше. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok